Всем привет! Вы на канале Rumi.com. Сегодня поговорим про Xiaomi Mi A3. Прежде чем говорить про новинку, давайте вспомним с чего все начиналось. В сентябре 2017 года Xiaomi анонсировала смартфон Mi A1 на базе Mi 5X, но уже с чистой версией Android на борту в рамках программы Android One. Затем, спустя год, на свет появился Mi A2 и его младшая версия Mi A2 Lite. Смартфоны, базирующиеся на Mi 5X и Redmi 6 Pro соответственно. И поскольку популярность этих смартфонов лишь возрастала, в июле 2019 Xiaomi представила Mi A3 на базе CC9E. Теперь про сам смартфон. У меня вариант в белом цвете, существует смартфон также в сером и синим вариантах. Интересно, что в комментариях к ролику Redmi Note 8 Pro не все разделили мое мнение по поводу красоты зеленого цвета. Поэтому в каком цвете Mi A3 красивее, решать вам. Напишите про это в комментариях. Я же могу отметить и отнести к плюсам тот факт, что на белом цвете незаметны следы отпечатков пальцев. В целом смартфон выглядит солидно и по-современному. Спереди и сзади стекло Gorilla Glass 5-го поколения, а вот по бокам хромированный пластик стилизованный под металл. Скажу сразу, смартфон очень скользкий, поэтому рекомендую сразу же воспользоваться комплектным силиконовым кейсом, а затем сменить его на что-нибудь попрочнее. На передней панели присутствует каплевидный вырез в экране, в котором расположена фронтальная камера, а также имеется достаточно яркий светодиодный индикатор событий. Боковые кнопки крупные, гладкие, по текстуре поверхности между собой не различаются, но имеют четкий глубокий ход. Расположены они на одной боковине, поэтому вторая остается пустой. Это, как по мне, наиболее правильный вариант. Слева на корпусе имеется гибридный лоток для двух сим-карт или одной сим-карты и карточки microSD емкостью до 256 гигабайт. В нижнем торце установлены динамик, микрофон и разъем USB Type-C. Динамик, к слову, среднего качества, но достаточно громкий, так что важные звонки вы не пропустите. На верхнем торце расположился 3,5-миллиметровый разъем для наушников, дополнительный микрофон и инфракрасный датчик для управления домашней техникой. Сканер отпечатка пальцев здесь подэкранный. Работает он хорошо, но медленнее классического. Впрочем, разблокировка по лицу здесь тоже имеется и работает она молниеносно и безотказно. Лицо не распознается с первого раза, разве что в темноте. Поговорим про экран. Xiaomi Mi A3 оснащен Super AMOLED дисплеем диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1560 на 720p. Соотношение сторон 19,5 к 9, плотность точек 286 ppi. Рамки достаточно тонкие, снизу имеется небольшой подбородок. Стоит отметить, что HD-экран, который многие ругают, никак не заметен в повседневном использовании. Держа смартфон на привычном расстоянии вытянутой руки, вы не заметите меньшее число пикселей. Единственный пункт, напоминающий о том, что здесь стоит HD-экран, это режим выбора разрешения видео в приложении YouTube. Самое главное, что дисплей достаточно яркий и насыщенный, имеет идеальный черный и в целом пользоваться таким экраном комфортно как днем, так и ночью. Теперь про железо. Сердцем смартфона стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610. Оперативной памяти 4 ГБ, встроенной 64. Также существует вариант с объемом памяти 128 ГБ. На борту чистый Android 9-й версии, свежее обновление доступно прямиком из коробки. Смартфон работает крайне быстро. Работа в браузере, в мессенджерах, обработка фотографий, со всем этим процессор справляется без проблем. Разве что с играми тут не так гладко. Смартфон не игровой, если играть в различные нетяжелые аркады, проблем не возникнет. А если что-нибудь потяжелее, например PUBG запустился на средних настройках с небольшим подтормаживанием в сложных сценах. Емкость аккумулятора по сравнению с моделью Mi A2 выросла примерно на 30%. За 2,5 часа просмотра фильма со средней яркостью экрана смартфон потерял всего 12% заряда. В обычном режиме его хватает примерно на полтора дня. Из преимущества аккумулятора также стоит отметить поддержку быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Но адаптера для нее в комплекте нет. Теперь про камеры. Фронтальный на 32 мегапикселя с апертурой f2.0. Имеется портретный и бьюти режим. Первый размывает фон, а второй сглаживает кожу и увеличивает глаза. Тыльная камера состоит из трех модулей. Основной сенсор на 48 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя для портретов. Главный модуль выдает отличные детализированные снимки даже в автоматическом режиме. Видимо помогает искусственный интеллект. Днем никаких смазов и шумов, цвета яркие и достаточно насыщенные. В темное время суток ситуация чуть хуже, но тут на помощь приходит ночной режим. А вот у ширика стандартные проблемы в виде дисторсии по углам и отсутствия фокусировки. Тем не менее, вот все примеры фотографии. Видео смартфон умеет записывать в 4К 30 кадров в секунду, но стабилизация работает лишь при съемке в Full HD 30 кадров в секунду. Что еще? NFC все еще нет, это печально. К плюсам можно отнести Bluetooth версии 5.0, USB Type-C и конечно же широкоугольный объектив. Не самый лучший, правда, но не хуже, чем в новых яблоках за 100К. Со связью здесь тоже все в порядке, но самое главное это чистый Android, за который мы все так любим смартфоны серии А. Не так ли? На этом все. Задавайте свои вопросы в комментариях к этому ролику. Подпишитесь на канал и оставайтесь с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok